Добрый день, дорогие друзья! А кому-то добрый вечер, как, например, нашему сегодняшнему спикеру и всем тем, кто живет на востоке нашей страны. Добрый день, дорогие друзья! Первая ссылка ведет на главную страницу Директ Академии и на ней находится расписание на весь оставшийся учебный год. В этом расписании, прямо из расписания, вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, которые нами намечены. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube и на этот канал я вас призываю подписаться, кто еще это не сделал. Потому что на нем примерно дважды или трижды в неделю мы публикуем все записи наших вебинаров. Этот вебинар, разумеется, тоже записывается и появится в записи либо сегодня, либо завтра. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов и на ней вы можете познакомиться с 10 курсами, которые Директ Академия предлагает к онлайн-обучению. Причем два из этих курсов запускаются уже в ближайшее время. Один из них, курс «Каждый гениален», запускается уже 12 марта. Курс «Марины Орешко», посвященный информационным технологиям в библиотеке, будет запущен где-то в начале апреля. Наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которые вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего онлайн-мероприятия. Наконец, в самом конце сайта, сейчас я опубликую три строки, три ссылки на те мероприятия, которые нам предстоят. Сегодня у нас последний день зимы, следовательно, те вебинары, о которых я буду говорить, начнутся в самом начале весны, что не может не радовать. 1 марта завтра вебинар Максима Скрябина, который немножко пересекается со вчерашним вебинаром, если кто-то был вебинаром Дмитрия Бакумова. И вебинар называется «Измерение аналитиков в обучении». 4 числа в понедельник, 4 марта, Владимир Наумов с вебинаром «Опять про качество Е-курсов и электронного обучения». Ну, тема неисчерпаемая, про качество электронного обучения. Наконец, 5 марта у нас будет Константин Леонтьев, сотрудник компании «Директ Медиа», наш юрист, который расскажет про электронные учебные издания как объект авторского права. Ну, вот и все. На этом я завершаю свое краткое вступительное слово и приглашаю Ивана к микрофону. Иван, прошу. Так, я включаю микрофон сейчас, коллеги, ставьте плюсик в чате, и должна появиться картинка. Я надеюсь, что у всех так. Так, коллеги, еще раз прошу, если у вас все есть, картинка и звук, ставьте плюсик в чате. Замечательно. Ну, я быстро скажу, что, как и в прошлый раз, кто был на моих вебинарах, обсуждения в чате приветствуются. Так что не бойтесь писать. Замечания, критика, все это только в плюс. Хорошо. Значит, сегодня мы с вами будем говорить о следующем. Значит, информационная, информационно-образовательная среда в эпоху цифровизации, или, говоря проще, цифровая информационная образовательная среда. Это то, о чем мы с вами сегодня поговорим с точки зрения некоторых аспектов цифровизации, важных в первую очередь для педагогов и родителей, но остальным, я думаю, тоже будет интересно. Во-первых, вот немножко о плане. Я хотел бы поговорить о самой цифровизации, что это такое. Возможно, моя точка зрения покажется вам неожиданной и немного пессимистичной даже где-то, но это то, как я вижу важные процессы, которые происходят прямо сейчас. Во-вторых, вторым пунктом я расскажу о том, как система образования трансформируется в совокупность цифровых образовательных услуг, доступ к которым реализуется посредством интерфейсов, и это ключевой момент здесь. Опять же, я выражу свое мнение, поделюсь своим видением, дискуссия и критика приветствуются только. И в-третьих, я скажу пару слов буквально о той части физической инфраструктуры, которую можно отнести к образовательной среде в широком смысле, та часть, которая всегда относилась к образовательной среде, и которая не подлежит оцифровке, хорошо это или плохо, почему это так и зачем это так. Если, коллеги, быстро спрошу еще, у вас слайды перелистываются, да? Ну, если что-то будет, напишите. Вот, если мы обратимся сегодня к документам, посвященным приоритетным проектам, к проекту образования, вот на слайде инфографика как раз из проекта образования, приоритетного национального проекта образования, или если посмотрим относящихся к нему проекты цифровая образовательная среда, которые связаны с так называемой цифровизацией, то из них вряд ли получится извлечь четкое определение, да, вот что такое цифровизация. Есть формулировки целей и задач, а само понятие цифровизации образования дается как бы в контексте. Его употребляют скорее в обсуждении этих проектов. Если мы в Facebook посмотрим то обсуждение, которое ведется, то можно зацепить рядом, периодически проскакивать цифровизация образования. Вот мои коллеги замечают, что цифровизация напоминает по постановке в принципе информатизацию образования и вызывает подозрения. То есть может быть это просто модное слово, а речь в сущности идет о все той же информатизации. Я напомню, что целью информатизации образования является подготовка обучающихся к жизнедеятельности в условиях информационного общества. Это как общая цель такая. Очевидные задачи это развитие информационной грамотности, ликвидация компьютерной неграмотности, компьютеризация школы обязательно, обеспечение доступом к интернету и другое. Особенно интересно это создание в рамках информатизации, создание единого информационного пространства в интернете. Это информационное пространство, которое объединяло бы различные элементы системы образования. Если заглянуть сегодня в паспорт проекта образования, который на слайде показан, то вы найдете похожие задачи на задачи информатизации. И с этой точки зрения проект цифровой образовательной среды, к которому мы сегодня будем часто обращаться, мыслится, наверное, в рамках информатизации, а не цифровизации образования. То есть, такая проблема возникает. Но я хочу выступить сейчас в защиту понятия цифровизации образования, показав, что это не просто модное слово. Существует разница между информатизацией и цифровизацией. И эту разницу полезно уловить, потому что иначе мы бы об этом не говорили. Информатизация у нас ассоциируется с компьютеризацией школы. То есть, внедрением компьютеров в организацию образовательного процесса и непосредственно в обучение, когда компьютер становится одним из средств обучения, что позволяет идти в ногу со временем. Но важно, что компьютер не единственное средство обучения. Школа подключается к интернету, появляются сайты у школы, учителей, открытые ресурсы, которые содержат обычные какие-то общие сведения. И редко, за исключением отдельных примеров, то, что публикуется на этих сайтах, используется непосредственно в работе с обучающимися. То есть, учитель создает свой сайт, какую-то официальную информацию себе выкладывает, свои диплом, награды и так далее, ну, какой-то методический материал. Но эти ресурсы, они не становятся, опять же, за редким исключением, они становятся инструментом, средством обучения непосредственно на уроке. То есть, вот обычно мы так видим информатизацию, то есть, компьютеризация, подключение к интернету, обязательное создание каких-то сайтов в интернете для школ, для учителей, публикации в открытом доступе через интернет от этих необходимой информации, которые дети, в принципе, родители и все желающие, проверяющие, контролирующие органы могут получить доступ. Цифровизация. Цифровизация – это следующий этап, то, что происходит прямо сейчас. Она заключается во внедрении цифровых технологий во все виды взаимодействия, осуществляемого различными субъектами системы образования на всех ее уровнях. Вот речь о внедрении таких технических решений, цифровых технологий, в управлении образованием и все аспекты образовательного процесса, в том числе непосредственно в обучении, которое обеспечит возможность беспрецедентного сбора, анализа данных об организации обучения, это как минимум об организации обучения, и вплоть до фиксации индивидуального прогресса отдельных обучающихся. Вот, например, ожидается, что вся та отчетность, которую сегодня учитель осуществляет, хотя и в электронной форме, но по существу вручную, будет формироваться автоматически. То есть о чем здесь идет речь? Здесь речь идет о том, что, например, если учитель заполняет электронный журнал, выставляя какие-то оценки по итогам урока, то, например, вот эти вещи, они могут быть автоматически. То есть если ученик работает на уроке, используя какие-то цифровые инструменты, то эти оценки могут, ну, как бы если наивную такую версию предлагать, то эти оценки могут автоматически появляться в журнале, и некоторым образом тут же во время урока строится какая-то аналитика. Федеральный государственный образовательный стандарт дает определение информационно-образовательной среды. Мы все знакомы с этим определением, что информационно-образовательная среда как совокупность информационных ресурсов и инструментов, обеспечивающих информационно-методические условия реализации основной программы образовательного учреждения. Основной образовательной программы образовательного учреждения. А вот в проекте цифровой образовательной среды речь идет, вот если мы обратимся к проекту, что же здесь имеется в виду, там речь идет скорее о платформах для онлайн-обучения, то есть специализированных интернет-сайтах, предоставляющих возможность прохождения массовых открытых онлайн-курсов от ведущих университетов. Там же речь идет в этих проектах о ресурсе одного окна и цифровом портфолио пользователя. Вот просто чтобы сравнить еще раз на минуточку, если мы говорим о информационно-образовательной среде школы, образовательного учреждения, то речь идет о, я еще раз скажу, совокупность информационных ресурсов и инструментов, которые обеспечивают реализацию основной образовательной программы. А здесь же речь идет о проекте современной образовательной среды о цифровых платформах, то есть как бы сайтах, порталах, которые, собственно, обеспечивают дистанционное обучение, дистанционное прохождение онлайн-курсов. Но не только это, не только этим ограничивается. Опять же, я говорю, что здесь еще в этих проектах есть так называемый ресурс одного окна и цифровое портфолио пользователей. Вот интересно, если заглянуть в паспорт проекта образования, проект цифровой образовательной среды, он как бы подпроект, в рамках этого национального проекта входит в него, говорится о школьном образовании, по идее, но там вот эти современные цифровые образовательные среды, которые предоставляют доступ гражданам к онлайн-курсам университетского уровня. То есть это уровень профессионального образования, высшего профессионального образования и среднеспециального. И там так вот интересно написано, что школьники за счет этого проекта тоже получают доступ к университетским курсам. То есть это как бы или дополнительное образование, что ли, в школе, как вот это понимать, или это вперед, а не какие-то какую-то программу университетскую могут проходить. Это тоже интересно. Но я просто говорю, меня интересует немножко другой аспект. Вот именно что здесь, в какой новой цифровой образовательной среде, то что может наложиться на информационную образовательную среду и как это скажется на школе в частности, на университете и вообще на системе образования. Вот так как ожидается, что в конечном итоге информационно-образовательная среда школы и цифровая образовательная среда будут интегрированы в едином образовательном пространстве, то есть строится единое образовательное пространство и неизбежно информационно-образовательные среды школ должны будут каким-то образом соприкоснуться с этими платформами цифровыми и интегрироваться. Когда мы говорим про единое окно, цифровое портфолио пользователя нужно понимать, что они будут для всех едины, и цифровое портфолио, оно будет по всей видимости заводиться сразу на школьника, на студента и так далее, за ним будет везде следовать цифровое портфолио единое. Так вот, поскольку они будут интегрироваться, информационная образовательная среда с цифровой средой, то я рискну предположить, что информационная образовательная среда школы станет частью цифровой среды в более общем понимании. То есть цифровая образовательная среда не просто так, как она сформулирована в этом проекте, а так, как более широко можно было бы ее сформулировать. И перед тем, как я скажу о том, как я в общем ее понимаю, я обращу внимание в чат, здесь кто-то вопрос задал. Владимир Евгеньевич пишет, цифровая образовательная среда, электронная информационная среда, разница в понятиях есть? Да, вот Владимир Евгеньевич, я же говорю, если вы посмотрите на ПГОС и на проект вот этой современной цифровой образовательной среды, вы заметите, что там есть различия. Потому что, еще раз, информационная образовательная среда, она по-простому включает все ресурсы информационные и информационно-методические, которые обеспечивают реализацию основной образовательной программы. А здесь речь идет о том, чтобы предоставить гражданам доступ к онлайн-курсам университетов. То есть, понимаете, там речь идет о среде в таком, как бы, общем смысле, да, как средства. А здесь речь идет о решении конкретной задачи, предоставлении доступа к высшему образованию в такой электронной, электронно-дистанционной форме. Но там, на самом деле, много аспектов в проекте современной цифровой образовательной среды. Например, интересный момент – это аттестация этих курсов. То есть, если, скажем, студент из одного университета проходит онлайн-курс на этой платформе, он имеет на это право, то он в перспективе может затребовать в своем вузе, чтобы ему был зачтен этот курс, да, который он прошел в онлайне в каком-то другом ведущем университете. И там так интересно в этом проекте написано, что, исходя из того, какую организацию будет выбирать студент, сам студент для прохождения курса, да, вот в этой среде, исходя из этого, будет каким-то образом осуществляться финансирование организации, которые реализуют обучение. Вот, как бы, вроде бы можно учиться в своем вузе, где преподаватели будут с тобой работать, а можно, как бы, механически пройти какое-то онлайн-обучение, ну, как бы, я так утрирую немножко, говоря, механически, в электронной системе, и деньги уйдут не в твой вуз, а деньги уйдут в твой вуз, в тот вуз, который предоставляет ресурс вот этого электронного курса. Ну, и, конечно, в реальности все значительно сложнее, нужно смотреть паспорта этих проектов, описание, ходить на вебинары, на которых объясняется, как этот проект будет развиваться, тогда будет понятно, какие механизмы там пытаются выстроить для вот этих вот сложных моментов, о которых я постарался очень быстро объяснить. Вот еще, Владимир Евгеньевич, быстро прочту ваш вопрос. Почему в общем смысле, наоборот, на уровне вуза, вузы, осуществляющие электронное обучение, должны обеспечить доступ к электронно-информационно-образовательной среде, через которую осуществляется доступ к электронно-образовательным электронно-информационным ресурсам? Что я цитирую? Нечто, но смысл такой. Ну, я, как бы, набегу немножко, конечно, не могу полностью ловить смысл во всех подробностях, вопросов вашего, но я понимаю, о чем вы говорите. Здесь я к чему адресую? Я говорю о том, что проект цифровой образовательной среды, он предлагает, как бы, взгляд на одну и ту же проблему информационно-образовательной среды, но под другим углом. Под углом конкретной задачи, которую пытаются решить. Пытаются решить задачу введения вот этих онлайн-курсов университетских вот именно в сферу единого образовательного пространства, которое строится вокруг общего образования, чтобы обеспечить вот такой бесшовный, как мне кажется, переход от школы к вузу, чтобы, ну, вот мы чуть позже будем говорить об аналитике, о том, как можно отслеживать прогресс обучающегося еще в школе и каким-то образом его ввести к тому, чтобы он поступил в вуз, там, в ведущий вуз и так далее. Так вот, мне кажется, ну, вот, исходя из того, что я рассматриваю, что будет полезным такое рабочее определение цифровой образовательной среды на основе интерфейсов. Вот я сейчас буду пояснять. Цифровая образовательная среда – это совокупность стандартизированных интерфейсов и протоколов, используемых в организации образования и непосредственно в обучении. Вот, например, ресурс единого окна – это интерфейс. А протоколы – это все, что касается передачи данных внутри цифровой образовательной среды. Тут, например, сквозная аутентификация пользователей. Тоже, как вот, протокол передачи данных. А интерфейс – это все, что, ну, как бы это средство взаимодействия человека с компьютерной системой. И мы рассматриваем здесь именно программные средства. То есть мы говорим о цифровых платформах, то есть это программные средства, которые через интернет функционируют. То есть это средство взаимодействия человека с компьютерной системой, а также отдельных систем или элементов этих систем между собой. А вот взаимодействие, что важно здесь вот именно с этой точки зрения, что взаимодействие обучающегося с учителем или студентом, с преподавателем в цифровой образовательной среде, оно всегда посредовано ее интерфейсами. То есть есть какая-то программная среда, какая-то программа в рамках этой цифровой платформы. То есть интерфейс это то, что между. И вся сущность цифровизации образования, если мы говорим, что такое цифровизация образования, вся сущность цифровизации образования в добавлении этого между. То есть между участниками образовательного процесса появляются, обязательно появляются интерфейсы. В информационно-образовательной среде это не обязательно, потому что информационно-образовательная среда она включает, например, традиционные библиотеки, если посмотреть определения. А здесь все именно в цифре. Вот в такой постановке интереснее всего говорить о тех переменах, которые произойдут в образовании. Как бы говорить и пытаться заглянуть вперед. Вот в первую очередь это цифровизация самого обучающегося. Мы говорим о цифровизации образования, а цифровизация образования, она влечет из всего, на что нужно обратить внимание именно педагогам, как мне кажется, это на то, что происходит оцифровка ученика. То есть речь идет сейчас не о цифровых аборигенах, о том, о чем мы достаточно долго говорили бесплодно, и не о цифровых детях, а скорее об оцифрованных детях. То есть имеется в виду оцифровка фактической образовательной траектории, то есть фиксация всего, что происходит с обучающимся в образовательном процессе, включая то, как он сам самообразовывается путем цифровизации всех осуществляемых взаимодействий с учителем, другими обучающимися, различными работниками образовательных учреждений, с ресурсами информационно-образовательной среды. Например, если учащийся будет работать в библиотеке, то эта библиотека теперь мыслится как исключительно электронная библиотека. Понимаете, о чем идет речь? Если она мыслится исключительно как электронная библиотека, и все ресурсы преимущественно в электронной форме поставляются, то между учеником и вот этим источником, книгой, по-простому, если это книга, есть какой-то интерфейс, который предоставляет ему доступ. Речь идет об опосредованном. И наличие вот этого интерфейса, вот этого между, оно призвано обеспечить, как бы сделать возможным сбор данных. То есть, когда собирается беспрецедентный сбор данных и создание цифрового двойника каждого обучающегося. То есть, если вы посмотрите, в этом проекте проскакивают такие понятия, как цифровой двойник. То есть, с целью анализа ситуации и принятия решений по улучшению условий обучения и воспитания для данного конкретного обучающегося. То есть, наличие интерфейса, который опосредует все, что происходит с учащимся, все его взаимодействия в образовательном процессе, позволяет собирать о нем полную информацию, собственно, то, на что настроен интерфейс, через который осуществляется взаимодействие, и строить какой-то цифровой портрет, цифровой двойник, цифровое портфолио. Неважно, как это в законе будет названо, но происходит именно это. То есть, мы к этому идем. Я обращу внимание в чат. Владимир Евгеньевич пишет, а цифровка обучающегося – это нечто, мы будем учить живых людей, а не цифрованных. Ну, Владимир Евгеньевич, мне кажется, вы начинаете мыслить так же, как и я. Итак, здесь, и вот ниже я зачитаю ваш тоже комментарий, что фиксация того, что делает обучающийся, это есть в любой системе электронного обучения, хотя бы в Moodle, там у портфолио есть, анализ вхождения в курсы и так далее. Да, но понимаете, в чем дело? У тех, кто разворачивает систему Moodle, нет того масштаба, который может обеспечить цифровизация образования. Это же национальный проект, понимаете, в каком масштабе это делается. То есть Moodle – это конкретный обучающийся в конкретной системе. Это ограниченный набор данных, и аналитика, соответственно, ограничена теми задачами, которые вы перед собой ставите. А здесь все это будет осуществляться на государственном уровне, и доступ будет в одном месте централизованных сбор информации обучающихся, и любую аналитику можно будет строить. Мы чуть позже еще об этом поговорим. Вот, да, Владимир Евгеньевич, вы правильно пишете. То есть все будут работать в одной системе. Я к этому и веду. Ну, вот тут тоже комментарии такие насчет распила. Но можно, конечно, видеть отрицательно, но, понимаете, сам масштаб и беспрецедентность, сама постановка. Вот представьте, что такое цифровизация образования. Как я говорю, да, что мы между учеником и учителем, между учеником и книгой, между учеником и учеником, между учеником и родителем, родителем и учителем, администрацией и так далее, везде появляется интерфейс, который минимум хотя бы фиксирует, да, то есть ведет запись того, что происходит. И, соответственно, то, что накапливаются эти данные, а как бы условия там протокола, стандарта того, что будет накапливаться, собираться, анализироваться, оно меняется. Все это будет обобщаться на государственной платформе. и мы получаем очень интересный проект, который будет в некоторой форме функционировать. Ну вот вопрос тоже, как это можно сделать на уровне каждой школы или всех вузов? Ну, это интересный вопрос, но я думаю, мы чуть позже еще об этом поговорим. Я думаю, здесь вот как раз в этом вопросе, я думаю, не стоит быть скептиком. Значит, вот как раз вот затем важно понимать, как изменится образовательный процесс, если вот сам образовательный процесс, потому что я с точки зрения педагога рассуждаю, потому что меня вот интересует, как будет строиться обучение, что будет происходить. Вот, простите, важно понимать, как изменится образовательный процесс, если между обучающимся и учителем каждый раз будет тот или иной интерфейс цифровой среды. Вот непосредственное педагогическое общение, оно никуда не денется, общение face-to-face, как говорят наши западные коллеги, но оно перестанет быть ведущим образовательным в процессе. Может быть это кажется сейчас странным или думаете, что я утрирую, но что-то я бросаю как провокацию. Я считаю, что непосредственное педагогическое общение перестанет быть ведущим. В законе будет общение через интерфейс. Обязательно оно должно будет осуществляться. Не меньше 50% всего времени, которое педагог взаимодействует с обучающимся. Можно даже сказать, что для того, чтобы официально обучать, необходимо будет использовать интерфейс цифровой среды, а все, что будет осуществляться вне этой среды, ну как бы утратит статус формального обучения или государственных форм, такого кредитуемого. Вот обучение, как мы его знаем, оно трансформируется в деятельность сейчас постепенно, оно трансформируется в деятельность по непосредственному сопровождению образовательных траекторий. Вот мы сегодня слушаем о тьютерах, которых вводят в школах, в университетах, адвайзерах, каких-то консультантах. То есть вот это все на самом деле попытка каким-то образом нормативно оформить вот этот переход от учителя, который управляет обучением, управляет учебной деятельностью, то есть обучение к управлению учениям, к учителю, к педагогу, преподавателю, который проектирует и сопровождает образовательные траектории. Вот я слайд разделил на две части, вот наверху такой трубопровод, как метафора этих образовательных траекторий, в которых мы будем путаться, может быть, а может быть, наоборот, ловко с ними ими жонглировать. То есть вот учитель получит, вот важно понимать, что произойдет в этом едином информационном пространстве, учитель получит в свое распоряжение банк активности, да, вот я много сам об этом писал, банк активности, банк заданий, содержащих готовый дидактический материал, с которым можно строить уроки. Все это есть и сейчас, но я думаю, что многие согласятся, что вот мы стремимся использовать пока, ну вот сейчас авторские материалы, потому что чужое это чужое, то есть у нас нет такой культуры использования чужих уроков, там вести урок по чужому конспекту, показывать чужую презентацию, хотя некоторые так делают. А в цифровой образовательной среде, вот если мы мыслим в этой логике сопровождения образовательных траекторий, нормой будет использование целых готовых уроков или курсов от лучших, как нам говорят, в том числе видеозаписи в режиме сопровождения. То есть, в принципе, будет нормой поставить кому-то там чей-то урок записанный, взятый, прошу прощения, из, допустим, массового открытого онлайн-курса, а учитель, который непосредственно находится в классе или с которым работает учащийся, или может быть это будет как тьютор, он обеспечит сопровождение. То есть, как бы ученик проходит этот курс, а свой учитель, который рядом с ним находится, он обеспечивает ему поддержку прохождения этих курсов. А учебная деятельность, она, соответственно, будет строиться по принципу игры в достижения. Вот вторая половина слайда, тут как раз такая игра, там, Супер Марио, который пробивает головой кирпичи, да, из которых там какие-то задания ему вываливаются. И таким образом, переходя с уровень на уровень, с непрерывным мониторингом процесса и адаптивными технологиями, обеспечивающими полное освоение. Ну, то есть, вот учащийся, если он в рамках своей траектории с чем-то не справляется, он может в индивидуальном темпе куда-то назад вернуться, что-то сделать до тех пор, пока система не зафиксирует, что он нужный модуль там что-то, что-то прошел, какие-то достижения, какие-то компетенции у него были сформированы. Вот, Владимир Евгеньевич, я снова обращусь к вашему комментарию. Учитель получит банк заданий, учитель получит или ученик. Ну, а здесь, прошу прощения, зачем вообще нужен учитель? Вот, это хороший вопрос. Вот, если вы зайдете, а, кстати, многие его задают, если вы зайдете на сайт, вот в Гугле или в Яндексе можно вбить, цифровая, современная цифровая образовательная среда, вы найдете сайт, и там в разделе о проекте есть вопросы. И в вопросах там спрашивают, часто задаваем вопросы, зачем нужен преподаватель, да, не приведет ли внедрение этой модели, вот этой цифровой образовательной среды к тому, что университеты будут просто закрываться, региональные преподаватели, преподавательский штаб будет сокращаться. И тогда вот нам написано, что, то есть разработчики этого проекта понимают, что недостаточно просто выложить вот в эту цифровую среду курс в записи, даже если там есть какие-то аспекты, которые, аспекты электронного обучения, которые организуют это программированное обучение, все равно должен быть кто-то в своей локальной инфраструктуре, который обеспечивает сопровождение, да, или может, скажем, принять экзамен, даже если студент учился онлайн, он может прийти, скажем, на экзамен к своему преподавателю в какой-то форме, все это можно реализовать. Но, естественно, вот эти вопросы, куда денется учитель, куда денется преподаватель, зачем они нужны? Я думаю, что здесь нужно, как сказать, нужно смотреть на те проблемы, которые могут возникать, эти сложности, которые могут возникать в сфере воспитания, и тогда у нас будут быстрее возникать ответы на эти вопросы, зачем нужно преподавать, который находится рядом. Да, не только сопровождение, но вот некоторые аспекты связаны с воспитанием, с мотивацией, то есть, ну, нужен учитель, который будет рядом. Вот, кстати, интересный еще вопрос насчет банка заданий, кому он нужен, учителю или ученику. Дело в том, что ученик, когда заходит на сайт, скажем, тот же сайт решу.ег, там огромная база, но далеко не каждый может, несмотря на то, что там есть определенные инструменты формирования, вариантов, которые можно нарешивать, ученик не всегда может сам организоваться, а кроме того, ученик, ну, то есть, должен быть опытный педагог, роль которого заключается, как я говорю, то есть, это задача, которую нужно решать на месте проектирования образовательных траекторий и их сопровождение. То есть, этот банк, который мы получаем, его получает в первую очередь преподаватель. То есть, ученик получает выбор из траекторий, как бы конструктор траекторий, а банк активности, вот, методических, с методическими, там, материалами, это для педагога. Просто, о чем я говорю, здесь важно то, что педагогу преподавание, оно, причем я без оценки говорю, хорошо это или плохо, как я к этому отношусь, это отдельный вопрос. Педагог приходит, как бы, к тому, что он будет в роли, как бы, действовать в логике, в логике выбора, знаете, как вот логика базы данных, и педагог действует в логике выбора. То есть, он не столько творит, сколько он занимается компиляцией с целью решить конкретную задачу. Вот он, ну, и он тоже, тоже сам будет наполнять этот банк заданий. Это помимо еще аналитики, которая будет ему доступна. Вот здесь, что важно сказать. Так, сейчас слайд перенеснем. Вот важно учесть, что от того, как именно будут реализованы эти траектории с точки зрения интерфейсов цифровой среды, зависит то, с какими проблемами в обучении и воспитании мы столкнемся, вот особенно в воспитании. Вот когда мы говорим об интерфейсе, важно понимать, что интерфейс это стандартизированный способ взаимодействия с компьютерной системой. Или там, если через компьютерную систему он взаимодействует обучающийся с учителем, то, значит, их взаимодействие некоторым образом стандартизировано через этот интерфейс. Интерфейс возникает понятие так называемого интерфейсного режима. То есть образование, оно вынуждено мириться с тем интерфейсным режимом, который накладывается вот этой цифровой образовательной средой. И в зависимости от того, как будут построены эти интерфейсы, у нас возникнут, или какие-то задачи, возможно, будут решены автоматически, то есть что-то, скажем, с нас перестанет требоваться, и как бы хорошо, это не наша проблема. Но, с другой стороны, наоборот, это наша проблема, потому что, если мы какую-то воспитательную задачу в упор не видим сквозь призму этого интерфейса, то мы решить ее не можем, мы даже спармонировать ее не можем. Если допустить наивную реализацию конструктора траекторий на базе аналогов корпоративных инструментов, в корпоративных инструментах есть, как сказать, есть технология SCORM, кто знает, вот в Moodle поддерживает SCORM, а есть на смену, где приходит технология XAPI, то есть технология электронного обучения в корпоративной сфере, которая позволяет как раз фиксировать все, что происходит с участниками этих электронных курсов, и на основании вот этих зафиксированных действий принимать какие-то решения. Там обучен он, недообучен, что там с ним происходит. Так вот, если мы просто по-глупому вот эти теории, вот эти инструменты будем внедрять в нашу цифровую образовательную среду, в штабах целой системы образования, то воспитание в цифровой среде, оно рискует превратиться в такой культурный чек-ин. Чек-ин, знаете, кто был, были вот эти сервисы геолокации мобильные, как Fosquare, например, несколько лет назад был популярен, когда ты куда-то приходишь и на мобильном телефоне отмечаешь, там ставишь галочку, что я здесь был. Да, вот такое воспитание, как культурный чек-ин, да, вот формальная отметка о посещении, прочтении, там, переживании, убеждении и так далее. Вот я не утверждаю, что произойдет в точности так, напротив, надеюсь, что если рассмотреть и помнить об опасности такой практики, то можно избежать нежелательного того, что мы хотели бы, чтобы происходило. Вот интересно также анализировать идеологическую основу цифровизации, которая, мне самому кажется, постгуманистической, такой постличностной, чтобы не было, чтобы не утверждалось в паспортах проектов, а там, кстати, нет, вообще нет разговора об идеологических основах этих проектов. Но если вы откроете проект образования, там написано, что основа развития гармонично развитой личности, там, духовности и так далее. Но вот мне кажется, что идеологическая основа цифровой образовательной среды, которая в рамках этого проекта, она постгуманистическая, да, вот еще раз скажу, постличностная. То есть человек заменяется цифрой в некотором смысле. Я не говорю, что это, безусловно, плохо. С точки зрения задач, которые мы решаем, может быть, какие-то задачи будет проще решить и быстрее решить. Вот интересно, если у нас как бы инструментальный подход к образованию, то какие-то задачи, может быть, мы решим таким образом быстрее. И вот скиллы, вот как мы сегодня говорим, да, вот посмотрите на слайде написано, скиллы майнинг. Вот что такое майнинг? Майнинг это, вот если вы помните, была и продолжается еще, на спад серьезно пошла лихорадка криптовалюты. Вот криптовалюты, биткоины, электронные деньги, такие криптоденьги, они как бы из воздуха появляются, но не совсем из воздуха появляются, говорят, что производство этих денег, выработка их, вот называется процесс майнингом, когда компьютер производит какие-то очень сложные вычисления, и в распределенной базе данных фиксируется, что вот ваш компьютер насчитал, и вам у вас появилась вот единица этой валюты. Так вот скиллы, вот мне кажется, что вот интересна такая метафора, что в рамках этой идеологии цифровых образовательных сред, скиллы, вот эти знания, умения, навыки и компетенции обучающихся, они майнингаются как бы как криптовалюта. То есть участники образовательного процесса выполняют какие-то допустимые и регламентируемые интерфейсами действия, это можно рассматривать как вычисление, они прокачивают своих цифровых двойников, и вот новые качества фиксируются в специально защищенных хранилищах. А эти специально защищенные хранилища, это намек по сути на блокчейн, технологии блокчейна. Хотя вот технология хранения информации, сертификата, грамотах и прочих свидетельствах достижения обучающегося, она может быть другой, это не обязательно блокчейн. И вот неспроста, а кто у нас больше всего говорил о блокчейне, если вы вспомните, это Герман Греф. И вот если опять же обратиться к паспортам проектов, поинтересоваться, кто курирует эти проекты, то вы увидите, что Герман Греф там тоже присутствует. То есть это не просто так. То есть есть определенная идеология цифровая, она воплощается таким образом. И вот когда мы говорим сегодня об эффективности цифровизированного образования, то все рассматриваем показатели, например, качества преподавания. Вот их улучшение направлено на повышение эффективности как раз майнинга, вот этого самого актива. То есть ученик превращается в актив. Вот как биткоин, ученик это актив. Вот его цифровой двойник, это актив, который нужно каким-то образом развивать и с помощью инструментов аналитики смотреть, куда он движется, куда мы его можем вывести. Нам нужны обучающиеся, которые в условиях новой экономики, вот новой цифровой экономики, на рынке стоят как можно дороже, но при этом как бы себестоимость производства, производство такого ученика, она как можно ниже. Вот еще в качестве провокации на следующем слайде я вам предлагаю такое понятие цифровая образовательная услуга. Вот проекты ресурса одного окна и сквозной аутентификации на платформе цифровой образовательной среды, цифрового портфолио, вот они дают понять, что мы на самом деле никуда не ушли от идеологии образовательных услуг, несмотря на то, как сегодня сформулирована цель проекта образования. Опять же, я повторю, там снова появляется гармонично развитая личность, там духовность и так далее, но на самом деле вот эта идея образовательных услуг, она никуда не ушла, она просто предлагается теперь цифровой образовательной услугой. То есть система образования будет, я считаю, да, вот это такой тезис, который я бросаю в публику для обсуждения, для критики, да, что система образования будет трансформироваться в логике цифровых образовательных услуг, предоставляемых вот как раз вот через вот этот интерфейс единого окна. У меня нет готового такого определения, что такое цифровая образовательная услуга, вот может быть мы поспорим, подумаем и что-то выработаем, а может быть, может, есть более удачная формулировка какая-то, но вот в качестве метафоры, мне кажется, интересно рассуждать над тем, куда мы движемся с точки зрения вот образования как предоставления цифровых образовательных услуг. Еще раз загляну в чат, к сожалению, все, не успеваю. Вот Владимир Евгеньевич пишет, почему не отчуждать так. Вся логика реформы образования на этом построена, то есть логика реформы образования на отчуждение, так понимаю, да, построена. Адепты электронного обучения прямо заявили, что одно из преимуществ электронного обучения в ВУЗе снижение требований к уровню подготовки профессорско-преподавательского состава. Вот интересно, кстати, да, интересно. Ну, я не буду это комментировать. Я скажу, что разработчики этих проектов, они могут говорить разные вещи в плане снижения требований к предметной подготовке, но они все понимают, что требования к, как сказать, вот этим мягким навыкам, да, вот к воспитательной работе, к мотивации, к работе с мотивацией студентов, они растут. Да, то есть это как бы педагогический состав ВУЗа, и в школе тоже он как бы немножко перепрофилируется. То есть могут быть какие-то лучшие, лучшие в смысле в предметном плане, ну, в плане методики, конечно, мы же будем записывать, создавать сайты, а на местах должны быть люди как бы такого воспитательного профиля, скажем так. Павел Юрьевич пишет, есть два аспекта, интересы педагогического сообщества, интересы общества, они не обязательно совпадают. Да, кстати, так, забыли о государстве, здесь не общество, не образование. Так, 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 немножко по поводу прогресса. Прогресс – это сама цель, его интересы превыше всего. Да, Владимир Евгеньевич, вот мы говорим про прогресс. Здесь прогресс, вот вы учтите, что мы же сейчас как бы пытаемся двигаться в логике новой экономики, цифровой экономики, и все постепенно идет к этому. Вот если вообще задаться вопрос, что такое цифровизация, легко найти, что такое цифровизация производства, вот именно в рамках новой экономики четвертого технологического уклада. Если потом примерить это на школу, вот я пытаюсь потом тактично говорить, что вот цифровой интерфейс, он появляется везде, да, между, 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 между появляется какое-то устройство техническое, там программа, которая все фиксирует, записывает, анализирует. Вот эта цифровизация, зачем это делается? Для эффективности, ну мы чуть позже, чуть позже я еще скажу, чтобы не тормозить. Там есть определенная цель, прогресс не самоцель, да, прогресс не самоцель. Вот можно предположить, что с началом внедрения модели цифровой образовательной среды, а это один из этапов соответствующего проекта, причем там сказано также и о разработке решений, готовые для разворачивания, для развертывания на месте, начнется процесс централизации школьной информационно-образовательной среды, перевод на одну цифровую платформу. Мне кажется, что в принципе вообще все школьные сайты, учительские сайты, они все будут в одной системе. Вот эта разрозненность, она уйдет. То есть учителя не будут создавать неинтегрированные в одну систему личные сайты с помощью бесплатных конструкторов. Будет создано подобие одной общей платформы с инструментами настройки личных страниц, где автоматически будут отображаться образование, повышение квалификации, награды учителя. Хочет это учитель или нет, оно там будет отображаться. Успехи обучающихся также будут отображаться, добавляя что-то к подобию рейтинга учителя. Мы к этому идем. И все это будет интегрировано с системой электронного дневника, электронной школы, став, если не явной частью портала госуслуг, то точно одним из элементов централизованной облачной платформы. Вообще, что такое госуслуги? Госуслуги это перевод государства, опять же в условиях цифровой экономики, в цифровую платформу. То есть государство, оно мыслится как облачная платформа, которая предоставляет определенные сервисы. То есть вы даже ребенка в школу можете записать через госуслуги. Талон курчу взять через госуслуги. Почему через госуслуги, скажем, нельзя посмотреть, как идут дела, скажем, у моего ребенка в школе, с какими предметами у него проблемы. Или сколько там нужно сдать, за что там, за ремонт и так далее. Вот такие вещи. И провести, кстати, вот эти все платежи через Сбибанк, например, через карту МИР. И все это будет интегрировано в одну систему. Если вы думаете, что это невозможно, это сложно, это переглижу всех на карту МИР. Как бы можно же платить за свет через госуслуги. Как бы все это работает и будет больше работать, интереснее работать. И вот переходя дальше, что позволяет такой беспрецедентный сбор данных? А это учебная аналитика в масштабе государства. Вот про учебную аналитику будет говорить Максим Скрябин, вы завтра его можете послушать. А здесь просто более подробно я скажу, что вот такая аналитика во всех смыслах, вот любую аналитику, кто вы можете себе представить, это аналитика, которая направлена именно на эффективность образовательного процесса, чтобы ученики достигали лучших результатов. Ну, по-простому, если сказать, она будет реализована на масштабах государства. И вот попытка ввести аналоги государственных экзаменов, там ОГЭ, ЕГЭ во всех классах, там давайте введем ЕГЭ в четвертом классе, в пятом классе, в шестом классе, это на самом деле отсылка к непрерывному централизованному сбору данных о результатах обучения. Когда вот мы, чтобы получить картину в каждом классе, вот что происходит с ребенком, что происходит по стране, по отдельным регионам, по ключевым, важным, решающим предметам. Но это будет не нужно, если у нас будет система мониторинга, потому что мы будем это получать в режиме реального времени. И это очень интересно, потому что возможность это... Понятно, в принципе, как это можно использовать. И вот что я еще хочу сказать, перед тем немножко подробно поговорю про аналитику, что информационно-образовательная среда в такой постановке, включенная в госуслуги в широком смысле, в государстве как облачную платформу, она вберет в себя все, как мы сказали. То есть там централизовано все будет. Учащиеся с их профайлами, учителя с их профайлами, школы с их сайтами, с их информацией, с их отчетностью, с их бухгалтерией, может быть, даже. Это не сказки, это может быть запросто. Библиотека, централизованный доступ. Вот, кстати, если забрать всю библиотеку в цифру, то можно будет получать аналитику по тому, как часто ученики обращаются, к каким учебникам, что они читают. Все примеры, скажем, в учебниках можно сделать с обратной связью, когда ты, скажем, электронный учебник, там вводишь ответ, и тут же смотреть. Вообще они решают, не решают, как часто решают, где они ошибки делают. Дает ли учитель задание работать с учебником? Сколько времени они тут? То есть, понимаете, все вот это нужно для того, чтобы иметь полную информацию, вот эту картину. Потому что если эта картина будет, то можно будет строить аналитику. Если можно будет строить аналитику, вот к этому стремиться. В этом суть цифровизации. Если у нас будет такая аналитика, то мы сможем эффективно управлять системой образования, выводя ее на какие-то показатели, требуемые показатели. Будем мы при этом что-то там терять, или там, допустим, какой-то воспитательный элемент еще. Это как бы другой вопрос. Вот перед нами стоят конкретные задачи, и в измеримых показателях мы должны это обеспечить. Цифровизация имеет цель. И достижения все будут фиксироваться там. То есть, если у ученика что-то не будет записано в этой системе, то этого как бы вообще не будет. То есть, можно так по-простому сказать. Идя дальше. Вот интересно, я в анонсе к вебинару закидывал такую идею, такой вопрос, вот когда школьное приложение, школьное мобильное приложение превратится в аналог мобильного банка Сбербанка. То есть, вот многие пользуются, у кого есть карта МИР, мобильный Сбербанк, вот у меня тоже на телефоне установлено. То есть, это вот приложение, это детище Германа Грефа, если вот так вот высокопарно выразиться, который сейчас будет курировать проект цифровой образовательной среды, один из кураторов. И вот можно немножко поспекулировать, такой как бы спекулятивный разговор сейчас пойдет о том, как может выглядеть приложение, школьное приложение, школьное приложение, которое себе на смартфон может установить ученик и может установить родитель. Что там будет в этом приложении. Ну вот, что может быть там за счет вот этой аналитики, которая будет строиться, вот этого бесконечного непрерывного сбора данных. Ну, во-первых, такое приложение, вот и то, что я здесь показываю картинки, это, как сказать, это взятые из интернета картинки, которые, ну, как бы шаблоны для приложений, как сказать, фитнес-трекеров. То есть, приложение, которое отслеживает успехи людей, людей, занимающихся спортом, да, вот люди спортом занимаются, что-то у них там отслеживается. Вот по аналогии, немножко вот тоже по аналогии, да, как бы тоже саморазвитие вроде бы как. Вот, во-первых, такое приложение должно будет предоставить обучающимся доступ к аналитике, самим обучающимся, вот это очень важно. В учебной аналитике черта, что это не аналитика для чиновника, да, это академическая аналитика, для тех, которые принимают решения в отношении обучающихся. А аналитика для самого ученика, то есть, он должен видеть, да, то есть, приложение должно предоставить доступ к аналитике, которое позволит ученикам, да, обучающимся интерпретировать те решения, которые принимаются в отношении них. То есть, не будет понимать, почему то или иное решение как с ними происходит, с ними поступают так или иначе, почему им что-то предлагают, почему, скажем, его не пускают в следующий класс, как это предусмотреть. И что самое важное, это аналитика, она позволит им самим принимать информированные решения, настраивая индивидуальные траектории. Потому что мы говорим, вот, выбор индивидуальных траекторий, профориентированная работа, определение учащихся в старших классах школы, выбор факультета, на который они будут, как, откуда это берется. Аналитика, вот аналитика, она должна будет помочь им на основе вот этих визуализаций всевозможных, отчетов, принимать информированные решения и с какой целью настраивать, выбирать свои элементы, своих индивидуальных траекторий. Ну, на выбор, конечно, из того, что им предлагается. Не нужно думать, что там будет полная свобода, полной свободы нигде не будет в этой системе, как мне кажется. А во-вторых, это приложение, вот в этом приложении родители также получат доступ к аналитике и рекомендациям, которые станут возможны на основе анализа. Вот не нужно будет идти на классный час, например, да, чтобы узнать, как дела у ребенка. Родители будут видеть аналитику в режиме реального времени. Как только возникает проблема по какому-то предмету, будет соответствующий отчет вместе с рекомендациями. Вот если, или вот представьте, что ваш ребенок обучает... Вот, кстати, интересно, да, вот китайцы сейчас внедряют систему социального кредита. По аналогии, да, вот представьте, что ваш ребенок обучается в восьмом классе, то есть восьмой класс, следующий класс это девятый, ему нужно будет сдавать ОГЭ и переходить в десятый класс. Или решать, что он уйдет. Да, и вот ваш ребенок учится в восьмом классе, и вы каждый день видите на экране своего телефона цифру. А цифра это вероятность успешного перехода из девятого в десятый класс. А ниже такая же цифра, это вероятность поступления в вуз, если он останется учиться в школе. И вот если эта цифра ниже некоторого порога, ну вот к примеру, да, то вам будет предложено сориентировать ребенка на поступление в колледж после девятого класса. То есть вот так работает аналитика. Вопрос в том, можем ли мы принимать самостоятельное решение, если какая-то цифра ниже порога. Ну, это отдельный вопрос, да, но... Но аналитика позволит, по крайней мере, какие-то информированные решения понимать. То есть как бы это же не кто-то кого-то к чему-то будет принуждать. Это в смысле на основании того, как идут дела в логике той системы, да, вот системы образования, которая выстраивается у учащихся, смогут видеть, какие у них шансы куда что двинуться и дернуться. Говорим так простым языком. Ну, вот интересно, что вот с точки зрения мотивации и последствий внедрения таких приложений, если они будут внедряться, какое последствие могли бы иметь, скажем, мог иметь бы, скажем, интерфейс всероссийского рейтинга ученика. Вот представьте, что ученик каждый день, вот если вы посмотрите компьютерные игры сетевые, они сейчас все игры у детей сетевые, то там есть в таблице результата всегда рейтинг. И, скажем, ты видишь свой рейтинг в команде, если ты как бы одну игру играл там в команде, и ты видишь свой рейтинг, общий рейтинг по всему серверу или там, скажем, по всей базе игроков. И часто там у людей, которые, скажем, играют там не очень хорошо, вначале у него там написано, что там твое место 100 тысяч какой-то. Кто играет получше, у них там твое место там, допустим, тысяча какой-то. Ну, первые сотни это боги просто на платформе, которые там супер-пупер. Представьте, что ученик каждый день будет видеть вот такую цифру, что твое место по России. Вот такая база аналитика, она же создает рейтинг, который потенциально ранжирует детей по всей стране. Но одно дело, что этот рейтинг нужен для принятия решений на уровне всей системы образования. И может быть так, что, допустим, мы планируем, то есть есть план набрать в этом году там какое-то количество студентов в вузы по стране, исходя из этого распределяются бюджетные места. И мы заранее знаем, что вот в этой системе отрезается, там 10 тысяч отрезается, и все. И если ты не заскочил на это место, то ЕГЭ, не ЕГЭ, не важно, ты уже не поступил. Может быть, какое-то чудо произойдет, ты поднимешься там в конце, но тебе уже будет видно, что если там должно быть, там черта проходит на 10 тысяч, а ты там, тебя там где-то в 50 тысячах, то, ну, как бы, понятно, что с тобой происходит. Это может иметь очень сильный мотивационный фактор, да, то есть учащиеся будут, кто хочет, они будут достигать, они будут соревноваться. А может быть, наоборот, как бы, только усилить сегрегацию. Это тоже интересный момент. А родители, вот в плане родителей, например, и ребенка как актив. Вот ребенок это актив. Вот посмотрите, от рейтингов к котировкам. Здесь неспроста на слайде, вот я показал, да, что здесь динамика какого-то показателя, он строит вам какой-то график. Вот родитель, если будет видеть такой график, что вот сегодня мой ребенок упал на 20 позиций. Вот, ну, вот он восстановил, там, скажем, во всероссийском рейтинге, там, за месяц он поднялся, там, на 50 позиций. А там, может быть, еще какой-нибудь прогноз, да, то, понимаете, ребенок превращается в актив родительский. Ну, здесь интересные последствия могут быть, интересные размышления на эту тему. И интересная тема для диалога, мне кажется, очень. К чему это может привести? Ну, вообще, все это, все это очень интересно. Но оно, вот, понимаете, коллеги, здесь невозможно, нельзя обойтись без социологии. К чему веду? Если, как бы, стряхнуться немножко, прочесть те книги, которые пишут наши западные коллеги, ну, хотя бы Кастельса почитать, там, Галактика, Интернет, вот, то есть, вот, начало 90-х почитать, да, даже 80-е годы прочитать. То есть, новое общество, старые проблемы. Это 80-е какой-то год немецкий журналист писал про Кремниевую долину. То, что это, вот, пишут, там, цифровой мир, и люди из Google, Эрик Шмидт, то становится понятно, что мы живем в мире жесткой конкуренции, да, то есть, либо твое место там где-то очень внизу, и ты живешь в долине, как пишет Ричард Флорида, либо твое место очень где-то наверху, но ты бьешься постоянно, сражаешься за это место в постоянной нервотрепке, и, ну, ты лучший, ты действительно лучший. И, а цифровая экономика, в котором у нас как задача стоит? Нам нужно вывести, ну, что бы то ни стало, наши вузы вперед. И нам нужно наших детей, вот еще, Саша, понимаете, детей со школы, это же актив, да, то есть, я говорю, скиллы дети, они манятся, как биткоины. То есть, они реально, ну, вот эти котировки, это реальность, и она, ее нужно как-то увидеть на графике, чтобы ее видеть на графике, нужен сбор данных. Вот цифровая образовательная среда, мне кажется, она идет не просто к тому, чтобы предоставлять доступ к курсам, как-то окончательно информатизировать школу, а она идет к тому, чтобы создать вот такую цифровую реальность, построить ее в России, и предоставить возможность тем, кто в состоянии сориентироваться, да, и родителям, которые в состоянии помогать своим детям развиваться, там, работать с репетиторами, еще что-то, или обеспечить им определенную среду общения, в которой они будут развивать. Переходить между школами, кстати, тоже. И здесь же, вот как в этом проекте говорит цифровую образовательную среду, что если тебе не нравится, как в твоем вузе преподаватель читает курс, плохой преподаватель, слушай курс онлайне, а вуз обязан будет зачесть тебя. То же самое и в школе, может быть, если тебе не нравится твой класс и твой учитель, но плохие у него показатели. У учителя тоже может быть рейтинг. Директору рекомендации уволить этого учителя, ученику рекомендация попасть в класс другому учителю. Как это будет реализовано, я пока не знаю. Если будет продолжить развиваться смешанное обучение, то может быть часть уроков, ученик будет выноситься у него, скажем, расписание, вот он учится в первую смену, а часть уроков у него как бы на вторую смену, вторую смену приходит домой, включает компьютер или планшет, и сидит эти уроки там в онлайне, где-то у учителей получше, скажем так, но это реальность, потому что нам нужно обеспечить показатели, нам нужно, чтобы наши дети встроились в эту реальность, потому что они не догоняют, ну как бы надо жить в мире, да, в цифровом мире, где практически вся деятельность сейчас у людей, которые профессионалы в своей сфере, она так или иначе связана с движением информации, получение, обработка, преобразование информации, аналитика ее, вот, а это все, это информационная компьютер, информационная цифровая, там, грамотность, там, неважно, как это назвать, компетенции, это все должно развиваться в комплексе и оно должно развиваться в условиях, в постоянно меняющихся условиях, и без такого непрерывного мониторинга не обойтись. Ну вот я хочу сказать, вот Галина, сейчас я вижу, Галина Александровна пишет, да, сейчас без проблем, получил информацию по итогам зимней сессии, по своему потоку и по всем дисциплинам, очень полезно для анализа, и у студентов нет ко мне вопросов, кроме одного, когда ликвидировать задолженности. Ну, вот видите, их становится, кстати, просто, да, потому что, когда студенты смирились с цифрой, мне, кстати, очень нравится этот момент, меня перестает постепенно дергать, вот, по мере того, как мы продолжаем работать, там, по бальной системе, и, там, как бы, дедлайны вводим, как в цифровой среде, и так далее, ну, вот, это все жестче и жестче. Студенты начинают понимать, что, как бы, пропустил занятие, это, как бы, преподаватель не интересует, у него нет балла, да, то есть, он должен отработать балл. Если он приходит к экзамену, у него там баллов, ну, вообще никак не дотягивает, даже с учетом сданного экзамена, он просто сам разворачивается и говорит, когда пересдача, да, то есть, ну, то есть, они понимают, что цифра, да, вот цифра, нет цифры, все. Но, понимаете, для чего нужна вот эта система цифровизации? Для того, чтобы понимать, когда у студента, когда у ученика что-то пошло не так, да, и в нужный момент подключить к нему там тьютера или там преподавателя, чтобы он скорректировал его траекторию, может быть, пообщался с ним, выяснил, какая у него проблема, что-то, что не так, может быть, ну, что-то поменять ему, другой какой-то учебно-методический там комплекс ему подобрать, который будет понятен на его уровне, да, то есть, вот этот непрерывный мониторинг мне нужен для того, чтобы как можно больше студентов у нас были успешны. Вот это очень важно, потому что нам нужен, нужен этот актив. это, как сказать, это человеческий капитал. Вот все, развитие человеческого капитала. И вот последний вопрос, о котором, ну, я буквально быстро скажу, это не цифровая реальность. Да, естественно, не все можно будет оцифровать, какие-то, какое-то общение, педагогическое общение, оно будет осуществляться непосредственно, вживую, и это даже хорошо, потому что есть какие-то вещи, которые должны остаться за картами, что-то, что не должно, ну, как бы в ситуации, знаете, когда в ситуации, когда педагог идет по, проходится по краю, какие-то рискованные действия предпринимает в работе со студентами, делает что-то там авансом, может быть, или как-то работает нестандартно с студентами, может быть, в перспективе в будущем будет делать что-то, что не вписывается в те интерфейсы, которые будут предложены, да, для, 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 для опосредованной взаимодействия с студентами, вот это все останется за кадром не цифровой реальности, вот, вот я в анонсе писал о том, что, о роли библиотек, например, вот я этим закончу, кратко скажу, может быть, этот пример сейчас покажется остраненным, и немножко не о том, но я вас уверяю, что это очень даже о том, если поразмышлять, вот я со своими студентами часто занимаюсь для того, чтобы, для того, чтобы помочь им нагнать, да, вот они, у разных преподавателей возникают сложности, если эти предметы мои компетенции, то я немножко им помогаю, да, вот они к своим преподавателям обращаются, ну, не всегда к своим преподавателям можно обратиться, там разные проблемы возникают, скажем, они стесняются и так далее, вот я вот им немножко помогаю. И для меня стал как бы вопрос инфраструктурный. А где вот мне с ними встречаться, чтобы позаниматься? То есть мне немножко неудобно, скажем, сидеть за стенкой в кабинете с преподавателем, который в них ведет, но они почему-то не к нему пришли. Мне не удалось убедить студента для того, чтобы он пошел к своему преподавателю. А ко мне он может прийти, вот у меня что-то спросить и не сяду же я за стенкой, потому что ко мне возникнут вопросы. А куда тогда мне идти со студентом, чтобы посидеть с ним вместе? И тут еще другой момент. Это ведь напоминает репетиторство. Как вот объяснить, что я не беру за это деньги? Тут многие как бы такие вопросы щекотливые возникают. Вот в нецифровой реальности это все остается за кадром, если это грамотно организовать. И вот у меня такая практика сложилась. Дело в том, что у нас возле наших учебных корпусов очень много в Южно-Сахалинске сейчас такая стадия, на которой первоначальная стадия хипстеризации любого города в России, когда открывается очень много кафушек. Появляются всевозможные там барбершопы, где вас красиво стригут, там бреют, там волосы вам красивые делают. Кафушки, в которых можно вот так вот красиво по хипстерски сидеть, там пить какое-нибудь капучино, еще что-нибудь. Вот мы, собственно, туда ходили для того, чтобы с ребятами позаниматься. Ну, не в парикмахерские, а в кафе, да. Но дорого. У меня в чем проблема. Во-первых, дорого сидеть каждый раз. И, ну, как бы, иногда я ребят приглашал, то есть, как бы, даже я их угощал. И, как сказать, неудобно, потому что там шумно. То есть, требуются какие-то места, в которых можно собираться. Есть альтернатива, так вот, как бы, такие места популярные. Это там всякие лофты, каворкинги, еще что-то. Но это тоже неудобно, потому что там шумно. Я думаю, что библиотека сегодня, она выступает в роли, вот как раз такого места, где можно безопасно встретиться вне, да, вот вне вот этого формата, вне цифровой реальности, да, для того, чтобы какие-то вопросы решить. Вот именно закадривать цифровую реальность, помочь, помочь конфиденциально даже, помочь студентам преодолеть какие-то трудности. И вот здесь вот вопрос, да, зачем же нужен преподаватель? Вот воспитательная, воспитательная работа, да, то есть, вот такие моменты. Коллеги, на этом у меня все. Я предлагаю вам задавать вопросы. Сейчас я быстренько пробегусь по чату. Смотрите, пожалуйста, у нас есть в чате две закладки, общие и вопросы. Если вы хотите, чтобы я на ваш вопрос вот сейчас прямо ответил, потому что я могу его не заметить, пожалуйста, скопируйте его во вкладку вопросы, а я пока пробегусь по чату. Прежде чем пробежаться по чату, я еще вернусь на первый слайд. Вот на первом слайде указаны мои контакты. Я много думаю каждый раз, когда делаю презентацию, какой адрес указывать. Сегодня я указал адрес в Фейсбуке. Если в Фейсбуке у нас развитое сообщество, в котором мы общаемся, если вы тоже там есть, можете зайти на мою страничку. Здесь адрес не полный, тут FB, на фейсбук.ком, там касая черта, иван.травки. И тогда вы попадете на мою страничку, можете добавиться в контакты, мы с вами будем поддерживать общение. Значит, мы... Так, я обращаюсь к чату, начинаю читать вопросы. Пойду снизу вверх. Значит, у нас так и делают, и занятия проводят... Самозанятия забыли насчет репетиторства. Ну, вот, кстати, репетиторство в ВУЗе, да, и репетиторство в школе, это интересный вопрос. Я вообще к репетиторству отношусь настороженно очень. Со школьниками, например, я не занимаюсь. У меня была практика помощи знакомым детям, вот, школьникам, когда я с ним занимался. Но я так, чтобы прямо за деньги с кем-то нагружу, ну, во-первых, нагружать себя. У меня не так много времени. И я, знаете, как отношусь к этому серьезно. То есть, если я занимаюсь репетиторством, то я должен работать с ребенком. То есть, какой-то план работы с ним выстроить. Не просто там с ним встречаться каждый раз, какие-то здания давать, чтобы он просто нарешивал, вот именно работать с ним. Вот это время и все остальное. Вот Марина Вячеславовна Зинченко интересно пишет. Евгений Замятин еще в 20-м году написал роман «Антиутопию мы». Классный роман, я его читал. Это про тотальный контроль, privacy, его отсутствие, и про многое другое очень актуально. Ну, вот знаете, насчет актуальности всевозможных там privacy, ну, надо понимать, что мы живем в такое время, когда что-то одно становится можно. Чтобы то, что стало можно и очень удобно, оставалось безопасным, требуется где-то в другом закрутить гайки. Да, потому что вот если мы хотим свободу в интернете, то одновременно нужна какая-то цензура, да, потому что вот, понимаете, закрытые группы, пусть все создают в интернете группы, то есть это как бы нельзя просто выйти на ужас и собрать митинг, это не санкционированный митинг. То есть государство монополизировало право широковещания, право голоса в таком широком формате. То есть я не могу на улице говорить, просто выступать на широкие массовые государства монополии. Нужно получить разрешение или действовать в рамках какой-то структуры, которая имеет такое разрешение, например, университет, где какие-то лекции могут организовываться. Ну, а в интернете это можно. Можно создать группу, закрытую группу, никого туда не пускать, можно включить шифрование, никто вообще туда не попадет, даже представители правоохранительных органов. Но вы же понимаете, что возникают определенные трудности, опасности деятельности, деструктивной деятельности. Естественно, нужно что-то где-то закручивать. А вот в плане, и это не обязательно плохо, потому что, ну, я со своими ребятами тоже общаюсь, у нас достаточно демократичное общение в мессенджерах. Они, ну, они, естественно, знают границы, то есть в личном общении мы не допускаем той же ненормативной лексики, но иногда проскакивают. Я ребятам говорю, что нужно себя форматировать в таком общении, потому что, я повторюсь, мы пообщаемся с ними очень неформально, но без фамильярности. И я стремлюсь к тому, чтобы для своих студентов, у которых я куратор, быть таким тьютором, адвайзером. Но вот они иногда утрачивают чувство границы, и тогда мы быстро это корректируем. Но я не понимаю то, что, да, нужно скорректироваться, и это нормально. То есть, если что-то, где-то, какой-то контроль вводится, это нормально. Насчет сбора данных, ну, как сказать, сбор данных о детях, вот такой вот, ну, это государство, да, мы же государству доверяем. А если мы не доверяем государству, то о чем тогда говорить? А если вы не доверяете своему государству, если для вас власть нелегитимна, ну, зачем тогда вы живете в этой стране, собираетесь и уезжаете, так нам говорят. Ну, есть другие обстоятельства, ну, как бы, давайте об этом не будем сейчас говорить, но важно понимать, что что-то мы получаем, но за это мы что-то отдаем. А в перспективе мы получаем очень интересные вещи. Есть опасности, да, вот как я говорил, там, с культурой, с воспитанием, да, там, тот же культурный чекин, но есть педагогическое сообщество, мы включены в диалог, мы можем участвовать в каких-то там общественных слушаниях. В Фейсбуке есть группы, которые привлекают профессионалов из нашего сообщества, в обсуждении каких-то законопроектов. То есть можно, есть диалог, вообще там в политике это нормально, да, то есть политика возникает там, где у людей есть какие-то интересы, они конфликтуют, и люди начинают договариваться. Вот если мы не включены в политический процесс, а мы, граждане, могут быть включены в него, это не так, что мы бесправны, мы не можем участвовать. Вот я повторюсь на том же Фейсбуке, есть инициативные группы людей, которые участвуют и не обсуждают эти проекты. Вот я на какое-то время выпал из этого обсуждения, ну я знаю, что коллеги занимались вот в том числе обсуждением проекта цифровой образовательной среды. И подключайтесь, если вы считаете, что что-то неправильно, что-то вам слишком напоминает Замятина или Оруэлла. Ну вот я хочу сказать, то есть популярно на Западе все время приводить вот Оруэл, Оруэл, но ведь Оруэл писал не про Советский Союз. Вот если сейчас взять из полки книжку «Цифровой мир» Эрика Шмидта, председателя управления в Google, то он описывает эту самую реальность. И он говорит о том, что в Штатах, если кто-то расплачивается наличкой слишком часто, то есть, что значит расплачивается наличкой? То есть централизованно государство, вот это единый монолит государств и частного бизнеса под эгидой Пентагона, Кремния, Долина, все остальные, кто обеспечивает вот эту цифровизацию государственной системы в США, они не видят, что вы покупаете, на что вы тратите деньги. Если вы платите наличными, это плохо. И Шмидт пишет, что если кто-то тратит слишком много налички, то он попадает в список потенциального террориста. И он черным по белому об этом пишет. Но мы пока до такого не дошли. То есть Оруэлл, он писал про Запад, не про нас. Замятин, это интересный, я вот Замятин рассматриваю как мысленный эксперимент. Не как там сатиру или критику, а скорее как мысленный эксперимент. И интересно, конечно, находить какие-то вещи, но я думаю, что проблемы нужно искать сейчас в первую очередь в плоскости воспитательной работы. Потому что оттуда все остальное потянется, и мы увидим, что если мы хотим, обеспечить высокий показатель международный показатель, на международном уровне, в первую очередь для наших учеников, чтобы они устроились в этом мире и появились в страну вперед. мы должны не забыть и по пути дать им хорошее воспитание. Достичь воспитательных целей. Так, ну, вопросы тут, вопросы, вопросы, я на бум сейчас быстро пролистаю. Не надо громко говорить, что нам нужно, не нам, а вам операция всех кандидатов наук и докторов можно разогнать и так далее. А, ну вот, насчет того, что разогнать. Вот, хоть интересный момент насчет того, чем должен заниматься преподаватель в УЗИ. Что есть педагогическая работа, есть, ну, давайте честно скажем, есть преподаватели-педагоги, есть преподаватели-ученые, да, те, кто больше занимается научной работой, или те, кто тянет лямку вот этой педагогической работы. Вот интересное было, я был на повышении квалификации много лет назад, к нам приезжали из Томска коллеги, еще до того, как у них началась вот эта вся вся компания с онлайн-курсами. И нам объяснили, по-моему, там что-то было с активными методами обучения в высшей школе. И там так интересно, так интересно приезжий тренер сказал, что если вот вы считаете, что вы хороший ученый, вам не нужно там никого обучать, что это не нужно, что вот я вот ученый, я наукой занимаюсь. Он говорил, он так сказал, что идите тогда работать в НИИ. То есть если вы хотите заниматься наукой, то вы должны перевестись в НИИ. Но там другая система оплаты. Потому что как бы педагогический труд это как бы он же добавляет что-то и ценность у человека, который не просто может заниматься наукой, может обучать. она совершенно другая. И я думаю, что это же научная школа, понимаете, о чем речь идет. Я думаю, что цель, хорошая цель, благая цель, если ее так трактовать, да, у цифровизации, она не в том, чтобы всех разогнать. Даже цифровая образовательность всегда не в том, чтобы всех разогнать. Чтобы обеспечить высокий стандарт преподавания по стране через включение вот этих курсов, ну, курсов как бы от лучших, в образовательный процесс всех вузов, чтобы был какой-то стандарт. Будут, конечно, казусы, будут перегибы, будут недопонимания, как это случилось в Дневосточно-федеральном университете, где студентам поставили всю высшую математику в онлайн-курсе, а педагог с ними, то есть, свой преподаватель с ними в качестве ассистента, да, занимался практикой. То есть, ему поставили какую-то, ну, как бы тютерскую роль ему, по сути, отвели. И, а студенты были не готовы, то есть, свои региональные, да, вот, выпускники школ по региону, которые поступают в ДВФУ, их уровень недостаточен для того, чтобы тянуть хороший университет. А хороший университет на своем уровне, без всякой оглядки, прочитав тот курс и выложив его в онлайн, он оказался непригоден для того, чтобы реализовать вот эту образовательную программу, потому что они не получают таким образом ничего. Так вот, цифровизация школы, вот и школы в том числе, она нужна для того, чтобы следить, что по всей стране определенный процент, нужный нам процент, да, вот, который, показателем, учащихся, обучающихся, обучаемых, учащихся, не важно, как мы называем, по стандартам обучающихся, выходит на определенный уровень, придя в университет, где бы он ни пришел в университет, сможет получить образование на высоком стандарте, качество, сможет добиться определенных показателей, и наши задачи будут, поставленные задачи будут достигаться. Поэтому, я думаю, что нужно видеть хорошее, но попутно, обратить внимание на опасность сегрегации, чтобы с теми, кого мы потеряем, куда уйдут преподаватели, которые не могут на таком высоком уровне выдавать, а, как сказать, оказывать такую консультативную помощь, да, то есть, он, может быть, и знает сам предмет, может быть, он может взять задачу и решить ее тут же, но он не умеет объяснить, как решать эту задачу. И он всю жизнь так преподавал, что вот он, показал, как он понимает эту задачу, как он ее решает, и, и, как бы, вот есть такая проблема, согласитесь, да, то есть, не все преподаватели, хорошие ученые, там, занимающиеся своей, ведущей научной работой по своей теме, выводящие, там, скажем, университет на какие-то позиции, ну, вот он, скажем, потому что там кафедра, там, какой-то заказ реализует, там, научный, там, какие-то государственные, федеральные целевые программы грантовые, но вот он не может преподавать. Значит, должен быть кто-то другой, там, в университете, кто будет преподавать. Таким образом, чтобы и ученого сохранить, и какие-то часы, вот, может быть, там, как-то перераспределить. то есть, это все как-то должно решаться, да, это все должно решаться, может быть, за кадром цифровой образовательной среды, потому что не все, я повторю, не все у нас будет в цифре, да, что-то будет за кадром. Но, какие-то решения нужно будет, информированные решения нужно будет принимать. И самое важное, что лица за ответственные за принятие решений, они будут видеть, что вот если мне нужно какой-то обеспечить показатель, я могу его обеспечить, потому что если сейчас сделаю вот так, то что-то, конечно, изменится, что-то, может быть, будет не совсем так, как планировалось и требовалось от нас, но показатель пойдет вверх, да, то есть, ну, и волки сыты, и овцы целы, я надеюсь, все понимают, о чем я говорю, сейчас так намеками и зоповым языком, но система, понимаете, вот система, она позволит нам увидеть, мы настигаем результаты или нет. Очень важно. Потому что сейчас мы вслепую двигаемся, потом раз там и университетный аккредитовый, потому что что-то где-то там не получилось. А мы и понять не можем, что у нас не получилось. Что вроде как старались, старались, а стараться-то надо было. А как надо было? Вот непонятно же, как стараться, в каком направлении двигаться, что какие-то показатели есть, но могут, а потом раз другие показатели. А вот у вас будет непрерывная аналитика. Аналитика академическая, учебная, по образовательному учреждению, по региону, как вообще ваш вуз вписывается в программу развития, в стратегию развития региона, какие показатели там достигаются. Это же тоже все будет в отдельной системе. И как это все на уровне отдельных обучающихся. Как у вас реализуется концепция виртуальной академической мобильности, просто академической мобильности. То есть студент, ну, захотел студент перевестись, куда он перевелся, насколько он успешен после перевода. Да, то есть это все, это все будет видно. Вот для этого цифровизация нужна. Повторюсь, чтобы развести. Информатизация, это везде воткнули по компьютеру, но обучаем, как обучаем. Информатизация везде, каждое взаимодействие действие осуществляется опосредованно. Появляется цифровой интерфейс. цифровой интерфейс имеется в виду там не просто компьютерные устройства, они уже есть, там какие-то средства коммуникации, именно программные средства, которые фиксируют. Фиксируют и строят аналитику, и строят какие-то рекомендации. Ну, коллеги, все, я на этом заканчиваю, потому что говорить можно много. Может быть, я не прав, но я не вижу в тексте каких-то явных вопросов, адресованных мне. Я вижу интересное очень обсуждение. Вот в вопросах только Александр Александрович мне скопировал. Он написал так, спасибо, получился хороший образцово-показательный интеллектуально насыщенный вебинар. Умница. Александр Сергеевич, я всегда, ну, это не вопрос, да, это тоже не вопрос, комментарий. Очень признательный за вашу поддержку. Хочу сказать, что если кто-то не занимается воспитательной работой в отношении меня, поддерживая меня, то это Александр Александрович. Он я считаю, что ощутимо была его поддержка. Мне это помогло. И Павлу Юрьевичу хочу еще раз сказать спасибо, потому что Павел Юрьевич нарисовался в моей истории в очень важный момент с начала этого года, когда я немножко находился в таком упадническом настроении. Вот. И он дал мне пинок. Вот я снова с программой вебинаров буду выступать. Коллеги, в тексте, в чате Павел Юрьевич написал расписание, по-моему, там был перечень вебинаров, с которым я буду выступать. Если у вас есть какие-то вопросы, какая-то критика, вот Владимир Евгеньевич сегодня мне показалось конструктивно какие-то вопросы там мне закидывал. Ну, я все еще волнуюсь и не очень хорошо работаю с чатом. Я прочитаю эти вопросы и на что-то, и вот если вы придете в следующий раз, я, может быть, постараюсь свое выступление построить в русле вот от ответа на нашу, на ваши вопросы, на ваши замечания. Вот. Коллеги, если вам что-то не нравится, если вы считаете, что я не суть чушь, пишите об этом, я все заберу из чата, посмотрю и буду отвечать. очень сложно высказывать, корректно высказывать личное отношение к тому, что сейчас происходит. Я стараюсь вот остраненно говорить о том, что происходит. Я считаю, что есть положительные вещи, которые обещают нам интересные возможности, но есть опасности, такие нехилые опасности в плане, ну вот, я вот все время говорю про воспитательную работу, что есть такое понятие, оно в паспорте проектов есть, как экспорт образования. Вот интересная тоже идея. Как понимать экспорт образования? Экспорт образования в смысле экспорт цифровой образовательной услуги или экспорт образования как экспорт вот этих активов. Вот мы говорим, что у нас ученики, которых мы будем обучать, выводить на какие-то международные показатели, а потом экспортировать их. То есть как бы не утечка мозгов, а экспорт мозгов. Ну, как бы вот такие моменты могут быть, да, но это, если будут просчеты вот именно в плане образования, в плане воспитательных компонентов образовательного процесса в цифровизированной форме. То есть вот, но в паспорте проекте сказано про духовное, нравственное, патриотическое образование, про ценности. вот это как-то надо как-то надо об этом подумать. Это не глупости. То есть там не то, чтобы там русская православная церковь влезла и везде командует. То, что я лично считаю, то, что русская православная церковь влезла, в кавычках, это хорошо. То есть, ну, можно, конечно, спорить, вот это мое личное мнение. Какие-то очень важные моменты, оставаясь в русле светского образования. На них можно, на них можно выйти, заходя с точки зрения духовности. Потому что есть особенно, вот если мы обратимся к работам славянофилов, там того же Хомякова, которые давно-давно еще писали об отличии, например, характера русского просвещения от просвещения европейского, характера русского возрождения от возрождения европейского. Там есть очень интересные мысли, которые характеризуют вот от лечения. Почему вот некоторые философы говорят о том, что Россия это цивилизация. Она европейская, но вот тоже как бы цивилизация. И вот как нам, оставаясь там, играя на равных, остаться собой. А если мы остаемся собой, то наши ученики, вот эти активы, они, как сказать, они не, как сформулировать-то так, они не то, чтобы не могут уехать, потому что они там не нужны, они там очень нужны в любом случае. Они хотят остаться здесь и двигать нашу экономику. Ну вот, все-таки мне нужно себя ограничить и остановиться. Последнее. Владимир Евгеньевич пишет, извините, не пойдет, нет разницы между информатизацией и цифровизацией. Ну, а, это там где-то выше было написано. Нет разницы между информатизацией и цивилизацией. Иван, огромное спасибо. Сегодня развернулась замечательная, как бы это сказать, не война, а полемика, полемика, реплик в чате. Это замечательно. Даже я вмешался, обычно я не вмешиваюсь в ход фебинара, но меня тема тоже сильно интересует. Этим вопросом я в свое время не то, чтобы занимался, но мыслил как-то на эту тему. по поводу отчуждаемости и неотчуждаемости педагогического труда. Какая часть отчуждаемая, какая нет. Ну, не буду здесь... Ой, что это? А, ну да. Не буду здесь... Да, не буду здесь еще высказывать свою точку зрения. Достаточно того, что я это сделал в чате. Иван, огромное спасибо. Всем, кто пришел, огромное спасибо. И спасибо за ваши реплики. Я привел в чате следующий вебинар Ивана. Он должен состояться в начале апреля. Вот, приходите, пожалуйста, будет интересно обязательно. Вот. Ну что ж, хочу напомнить, что... Да, я думаю, что да. Да, раз будет речь идти о таксономии Блума, то наверняка. Да, понятно. Понятно. У нас здесь, я смотрю, на вебинарах Ивана сложилась такая теплая компания достаточно, чему я очень рад. Люди вдумчивые и приходящие на вебинары не просто так. Вот. Хочу также сказать, что вебинар Ивана так хорошо лег в тройку вебинаров, которые у нас вчерашние, завтрашние и сегодняшние, несмотря на то, что напрямую не был посвящен аналитике и подобным вопросам, но очень хорошо так лег между вебинаром Дмитрия, который вчера состоялся, и вебинаром Максима Скрябина, который будет завтра. Так что приходите завтра тоже и вообще приходите на вебинары Директ Академии. Будет интересно. Ну что ж, до новых встреч. Жарко. Ну не столько, не столько. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok